добрый день сегодня настроение на мировых финансовых рынках явно улучшилось и в первую очередь благодаря новостям по поводу греции ну как мы говорили утром вышла статья в газете в которой говорилось о возможности смягчения позиции германии в отношении греции и возможности предоставления ей очередного денежного транша но вот днем вышли новости то что эта проблема судя по всем будет действительно решена и деньги греции будет предоставлены на этой волне мы увидели сегодня довольно широкий спектр оптимистических настроений также был замечен рост не только единой европейской валюты на валютном рынке форекс но также росли и фьючерсы на нефть и росли европейские основные фондовые индексы российский рынок ну и конечно же азиатские фондовые площадки в целом мы видим что данная весть оказалась поистине хорошая потому что ровно неделю назад в прошлый понедельник наоборот данные из еврозоны ожидания возможной реструктуризации греческого долга довольно серьезно расстроили инвесторов и на этом фоне велись довольно широкие распродажи но сейчас ситуация несколько успокоилась рынке довольно хорошо выросли и теперь уже инвесторы ожидают открытия америки и реакции американских инвесторов ну давайте обратим на то внимание на то как у нас обстояли дела в европе обстоят дела в европейскую торговую сессию индекс доу джон стокс 50 растет на одну целую 66 сотых процента сводный индекс европейских акций доу джон сток 600 прибавляет 89 сотых процента британский fuci 100 растет на 85 сотых процента немецкий dax 30 на одну целую и 92 сотые процента французский как 40 на одну целую 48 сотых процента лидерами роста являются бумаги компании банковского сектора а также сектора компаний телекоммуникационных компаний целом мы видим что настроение улучшается и это конечно же является положительным признаком хотя как нам представляется данный оптимизм вряд ли может служить такой довольно таки серьезной основой к изменению настроений к полномасштабному изменению настроения инвесторов скорее всего этот рост он очень сильно похож на отскок инвесторы решили используя данные новости покупать довольно серьезно подешевевшие активы и так рынок сырья нефтяные фьючерсы сегодня растут но в целом опять же мы остаемся при том мнении что данное движение нефтяных фьючерсов неважно растут они либо снижаются происходит в русле консолидации практически активы движутся около одних и тех же цифр немного припадая либо подрастая и так смесь марки бренд к настоящему моменту растет на 62 сотые процента находится на уровне 115 долларов 40 центов ну что касается данных центов оптимизма в лондоне сегодня весьма неплохой тем более вчера рынки великобритании были закрыты и вот на айс wti к настоящему моменту прибавляет 99 сотых процента находится на уровне 101 доллара и 43 центов товарный рынок на товарном рынке ситуация к настоящему моменту складывается таким вот образом контракт на медь снижается снижение несколько приостановилась и приуменьшилась если так можно сказать и составляет всего лишь восемь сотых процента что касается фьючерсов на драгоценные металлы то золото вышло положительную зону но рост составляет символически всего лишь символическую одну сотую процента находится на уровне 1537 долларов за одну унцию серебро растет на одну целую 76 сотых процента и к настоящему моменту котировка находится на уровне 38 долларов 53 центов за одну унцию на валютном рынке ситуация как я уже говорил сейчас несколько успокоилась индекс доллара торгуемой корзине из основных валют к настоящему моменту снижается на сорок шесть сотых процента единая европейская валюта после довольно сильного роста еще в азиатскую торговую сессию а также в начале европейской торговой сессии приостановила свой рост и начала консолидироваться британский фунт начал потихонечку снижаться против американского доллара что касается японской иены то она наоборот сегодня слабеет против доллара сша а вот сырьевые валюты сегодня продолжают находиться под давлением ну что касается единой европейской валюты мы считаем что если ситуация с грецией действительно продолжит улучшаться в чем на самом деле мы очень сильно сомневаемся то пара евро доллар на этом фоне может постараться вырасти к уровню 1 44 80 и так что можно ожидать от открытия американской торговой сессии фьючерсы на основные американские фондовые индексы к настоящему моменту находятся в положительной зоне и довольно таки неплохо растут фьючерс на индекс широкого рынка s&p 500 и прибавляет 84 сотые процента штаты сегодня откроется в плюсе похоже что там будут отыгрывать греческие новости и скорее всего мы увидим полномасштабный рост на американских торговых площадках на этом у нас все в дополнение я вас приглашаю на нас и на наши бесплатные курсы обучения торговли на валютном рынке форекс подробную информацию о ситуации на мировых финансовых рынках а также о нашей новой услуге консультации аналитиков вы сможете найти на нашем сайте тройной w grandcapital.net а с вами был сергей костенко руководитель аналитического департамента компании grandcapital до свидания удачи вам